Привет! Сегодня мы разберем вот эту прекрасную гитару. Это Gibson Junior Special Junior Special. Зачем я ее разбираю? Дело в том, что я планирую видео по сравнению хамбекеров Gibson, то есть чтобы сравнить хамбекеры с LPJ, CGJ, с нормальными хамбекерами, вот например, с таких вот более старших моделей. На ней стоит где-то месячная давняя сеструна Деодария Нью-Йорк Эксель, уже умирающие, но еще как бы можно на них поиграть, поэтому я не стану их снимать полностью. Вообще из всех струн, покрытых каким-то покрытием, которые заявляются как долговечные, я тебе рекомендую только Эликсир, потому что только они, ну скажем так, действительно живут долго. Special это означает, что у нее плоский корпус, а Junior... А что означает Junior в этом? Я не знаю, что в этой гитаре от Junior, потому что у Junior совсем другой бридж, у нее один звукосниматель P90, здесь два хамбекера. Здесь четыре крутилки громкости и тон, трехпозиционный переключатель, все, чего нет на Junior, есть в этой гитаре. Потому что когда ты играешь на Junior, есть такое ощущение, что неплохо было бы, знаешь, хамбекер в бридж и хамбекер в нэк, или хотя бы два P90, как, например, на Melody Maker, потому что одного, ну откровенно говоря, мне не хватает. Ну и давай посмотрим, что у нас там под пикгардом. По классической традиции Гибсон под пикгардом ничего нет. Аплодисменты. Электроника распаяна не на платье, а просто проводами. Я считаю, что это плюс, это по классике, как в старые добрые времена. Накладка на грифы этой гитары выполнена из какого-то непонятного для меня дерева. Это не похоже на палисандр. В некоторых спецификациях написано, что это палисандр, в некоторых написано, что это печеный клён. Возможно, это как-то по-особому печеный клён. Вообще, про эту гитару сказать особо нечего. Это обычный Гибсон со всеми его плюсами и минусами. С теми же колками Клусон, с теми же хамбекерами 490 и 490Т, а может быть 498Т. Это ещё нужно проверить тестером. Я точно не знаю, какие. С краснодеревянным грифом, с красным деревом декой. Отлично покрашен. Единственное, что лак уже начинает винтажиться. То есть, видно, что он такую неровную структуру приобретает. То есть, следующая стадия, это будет растрескивание этого самого лака. Не знаю, хорошо это или плохо. Есть особые ценители, которым это нравится, которым это нужно. Ты знаешь, я был бы не прочь эту гитару отполировать. На ней много разных царапок. На ней есть недостёртая роспись какого-то участника группы Nobody One. Раньше были все участники, но, в общем, осталась только одна. И я реально ищу, чем отполировать. Потому что магазинов, в которые я хожу, или где я ищу вот эти вот полироли Гибсон, их там просто банально нет. Можно, конечно, воспользоваться полироли Дунлоп, но в интернете есть некоторые рассказчики, которые говорят о том, что от Дунлопа этот лак мутнее. Всё может быть. Скорее всего, так и есть. Потому что лак реально очень нежный. Какие у этой гитары минусы? Кому-то не понравится плоский корпус. Кому-то не понравится много крутилок. Не как на джуниоре. Кто-то скажет, что нейтролак – это плохо и непрактично. В принципе, все в какой-то мере степени правы. Но на мой взгляд, эта гитара просто прекрасна. В ней есть всё, чего нет в джуниоре. То есть это джуниор на максималках. Субтитры подогнал «Симон»